Сейчас вот Максиму акцию снимает иголку, причем снимается, вот, должна быть здесь иголка, чем иголка, которая не предусмотрена, потому что иголка будет найдена. А вот я нашел тоже, кстати, иголку. То быстрее находит в руке, как слеза падает на серебро, вот смотри. Это работа называется Вавилон. Вавилон Вавилон Честно говоря, этой книги могло и не быть. Тем не менее, вернее, тем, мне кажется, лучше. Дело в том, что, ну, при переносе смысла здесь мелькает не халяка, вот, а это то, душа, игрибка, коэффициент, все что угодно. Поэтому, ну, я могу говорить или не говорить, но упругость, это национальное свойство, в общем-то, мое национальное свойство. И как то, что я строил сейчас эту башню, и как то, что вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, два раза еще раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пленка есть еще? Есть пленка? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Это тройное сосчитывание ячеек Лавилонской башни, адрес Гагского музея современной искусствоведения Даю, пленку отрезаешь, присылаешь ко мне фрагмент, используемый в совместной работе при посылке через границу, причем финский участок наиболее проходим для передачи работ такого рода. Записал? Иголка, которая здесь находится, действительно здесь находится, это я тебе покажу. Это иголка смысла. Всегда есть кому-то что-то сказать, и фактически вам все пересказал в начале, когда у нас была такая затерная техническая. Здесь есть работа, называется «Восхождение синего цвета», причем цвет абсолютно не синий, но восхождение получается. Если смотреть, вот примерно с этой вот высоты, значит, вот когда она падает, он действительно как бы восходит. Причем этот цвет шипунится. Самое интересное, что, ну фактура, я объяснять уже не буду, она передает удивительный аромат и обыкновение, и необычное цветение. Это, значит, где-то здесь была еще одна. Тут в работе использована бумага. Что происходит? В общем, у каждого художника Наташу Мебельскую, зафортили, что ее, видимо, понравится потом, когда мы вспомним ее. А Ира сегодня закрывает свою выставку и открывает продолжение ее следующим бюджетом. Я хотел бы, чтобы мы, как бы, выросли свое отношение к тому, что она не такая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, Наташа, я тебе подарил падение, вот для моей конструкции. Честное слово, я больше никогда никому это падение не подарил, потому что больше она никогда не падает. Самое интересное, что это можно проверить. Они всегда падают по-разному. И уже не первый год. И, кстати, впервые известные человечества, но очень великий по смыслу, это Тасян Таве. науку изобрел человек, сам, женивший в Сибири, по фамилии Калошин. Тосинтовед – это особая классификация мира человека, живущего в герметическом пространстве, в котором, собственно, Калошин произрастал. Он ветеран труда войны, значит, изобрел эту науку. Вот у нас в рот попала его книжка «Это сумка, это общий предстоит». И, к сожалению, у них никаких официальных изданий она не вышла, но дело в том, что она оказалась милотворной. Конечно, что такое-то синтоведило, тоже не буду рассказывать. Ну, в общем, во всяком случае, оказывается, что есть угол зрения, под которым, например, пограничники консервы, шахматные клубы приготовили очень интересные волшебные вещества. Но я сейчас, опять же, не буду излагать кватификацию, я хочу сказать одну вещь, что здесь еще сидит один автор, его зовут Юрий Отрин. Вот, поэтому я сейчас посчитаю… Долго я его, если вы говорите? Долго я его? Ну, нет, просто я хочу еще сказать, минут, наверное, двадцать я займу Вашим вниманием, и не можно, чтобы кто-то, наверное, посчитать, что этот русский и равно переход будет, значит, пропускать. Вот, а после этого мы будем, ну, чем смерть, получим славеоскопы, будем смотреть работу клуба и хорошего, потому что все-таки единственные ареночки – это разум, который не выглядит с общими. Так, вы, дело… Давайте два слов. Вопросы не отвечать, на провокации не поддаваться. Да, все. Ладно, значит, я быстро читаю, если вы введу книжку, и вам будет не смешно, но весело. А если вы ввести, то будет не смешно. Прошу учесть, что ничего такого я введу не имел. То, что в этой книге находится на месте предисловия, совсем от другой книги. Но та книга потеряна, а это предисловие не получилось. Поэтому прижимаем на свете ща, 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 ща. Минуточку, на свете ща, ща, ща. Скажи мне что-нибудь. Ща, на свете ща, ща, ща. Да, счастья. Счастья. Нет, 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 а? А есть покой. А есть покой. А есть покой. Покой. Более и покой. А венгры за. А разве это важно? Узбеков, к примеру, не спросили. Отвечать мы не станем, но мы хотели этого вопроса. Самый вежливый открас – это да. Бога – нет. Ленин – жив. Дважды – два. Вот это жизнь. Вот это стаж. По Волге проплывающий дельфин свободой беззвучно скрытой каской. О, сестра моя краткость. Я твой. Наступление теплого времени. Года. А зимы – наверх. Кроты. Шахтеры. Персифон. Амдеграунд. 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 Трофей, 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 хай Вологда, враги не мы, мы не враги, хай сотня черная, хай Вологда, хай льги, трофея русские шаги, с армянским кладбищем зарытая в обнимку Ваганьковская, разве мы? Ему произнесет, я говорю, с эпохою, но разве душа у ней пеньковая? Эпохе! Звучит за угла столовая рубришка, что одолжит, хай Эпохе! Шесть дней назад разлучена антенна, их и до сих пор в субботу отменили, вчера на месяц отключили солнце, сегодня было вскоре сообщено о том, что это тоже отменили, но творцы недели, боги... Митя, а у тебя микрофончик тоже есть? У меня пленка кончилась, сейчас надо. Продолжение следует...